Друзья, перед тем, как вы посмотрите следующее видео, знайте, многие наши приключения происходят благодаря интернет-магазину автозапчастей Big Boys Toys. Доступные товары, приятные цены, масла, аккумуляторы, лампочки, запчасти для ТО и прочее. Все это интернет-магазин Big Boys Toys. Игрушки для больших мальчиков. Удобный поиск по каталогам, доставка по всей России. И, кстати, если будете что-то заказывать, обязательно укажите в комментарии независимый эксперт, и вы получите золотую скидочную карту от магазина Big Boys Toys. Все ссылки на магазин в описании. И, ребят, Big Boys Toys, я жду оригинальный топливный фильтр на BMW X5 E53. Ну, а теперь смотрите, что будет, если накачать обыкновенной водой колесо. И можно ли на этом ездить. В прошлой серии нам удалось четко выяснить, что можно из обыкновенного колеса при помощи макрофлекса сделать runflat. Причем мы использовали 4 баллона, а на самом деле вполне достаточно было одного. Одного, да, совершенно верно. Но мы же с вами, Василий Павлович, никогда не останавливаемся на достигнутом. И я предлагаю нынче накачать, попробовать колесо водой. Водой? Водой. Точно. Абсолютно. Сто процентов. Миллион. Без перспективняк. Почему? Ну, бухи. Я на самом деле не верил в макрофлекс, но в тот раз сработала твоя теория. Я потому что думал, что макрофлекс в колесе не до конца застынет, и он будет слишком жидкий. А оказалось все иначе, то есть там остались воздушные полости, и он засох по периметру, и у нас получилось колесо типа runflat. Я, к сожалению, сегодня не верю в то, что мы накачаем колесо водички. Почему? Ну, мы смотрим. Значит, мы вывернем золотник, нальем туда воды. А чтобы вытеснить оттуда лишний воздух, то есть прокачать, мы просверлим отверстие и сможем заткнуть его саморезом. Ну, то есть прокачать воздух через отверстие? Да, то есть элементарно прокачать. Ну, типа так. И мне кажется, это колесо, оно будет, конечно, тяжелее, будет дико бить, но оно будет более накачано. И на нем можно будет даже попробовать еще дальше проехать. И, конечно же, попробовать с проворотом. Что? Ой, вообще жесть будет. Ну, что, давай попробуем? Да, ровно. Давай пробуем в бой. Мне кажется, на этот раз, Василий Павлович, у нас все будет хорошо, потому что это колесо уж точно от жигулей. Потому что то, главное, какое-то супер блатное, а этот точно встанет назад. Сдовок. Сдовок. Лысый зимний зомок. Ну, что? Как говорится, прилипло. Короче, приступим. Ну, что, попробуем? Павлович, ну смотри, как я тебе и говорил. Ну, берем сейчас, выворачиваем золотник. Все просто. Ой, там запаска какой-нибудь. Я не спалит, он там уже лежал. Ну, сейчас и берем, надеваем шланг. Четку при чем надеваем. Делаем прокачное ответствие. Я думаю, что где? Ну, давай. Ну, давай напротив ниппеля. Да-да, вот здесь. Ну, смотри, где боковой там. Нет, боковой не удержит шуруп. Боковой не удержит шуруп. Давай вот здесь вот я сделаю. Давай. В принципе, нам хватит, правильно? А вот прям вот в этот, вот сюда. Шип. Нет, шип дырка маленькая. Давай, где много резины. Да, здорово, здорово, здорово. Ну, я так, чтобы наверняка. Есть. Давай, я включаю воду. Включаем воду. Включаем воду. Где она? Вода же. Да. Водится, пошла. О, ничего себе, прям слышно, как она там. Реально наливается. Может быть, даже грязь его, если бы быстрее пошло. Давай. Первая прокачанная, вон, чувствуется. И давай вот здесь вот вторая. Идет. А у тебя все нормально? Да, а что? Да. Я сразу уже подготовлюсь под закупку. Сразу подготовлюсь под заглушку. Реально выходит. Там вода нормально, интересно? Не, я чувствую, что идет. Подожди, дай я попробую. Получит. Спустит. Ну. Ну, да, да, не может. Не, нормально, нормально. Нормально? Нормально. Нормально. Все, огонь. Короче, ждем, пока потечет. Нормальный опыт. И что? Кто еще так будет делать, кроме нас? Никто. Ну, ничего, бодро. Да, ручки можно помыть. Сейчас воздух надо выпить. Ой, ой, и палочка. Все? Что? Можно затыкать саморезом. Ты представь, сколько это колесико сейчас будет весить. Ты представь, какой будет дисбаланс, когда мы поедем. Заткнули. А давление-то растет. Палыч, не снимай меня сейчас, закатит. Ты что? Сейчас надо пойти быстро. Давка растет, я пойду воду. Ты готов? Нет. Еще не готов. Все, все, все. Сейчас нас окатит, правда. Давай, снимай. Давай, три, два, один. Давай, что стыкает. Короче... Есть проблема. Носили подачу. Парням, на шилку идти у нас с ниппелем. Куда он улетел? Я не знаю. По-моему, мы дебилы, да? Ну, явно ненормальные люди. Явно ненормальные. Так, подожди, сейчас. Да, попробуй, подними, конечно. Мы его накачали водой. Че ты? Блин, шкурик намок сейчас. Сверло забери, забери сверло. Сейчас все заберем. Клади его. Шурупы сожи забери. Клади его. Пойдем к парням за ниппелем на шинку сходим. Нашел ниппель? Да. Ты хочешь еще раз? Я хочу дубль два, да. Да хочу делать, надо золотника, а то мы... Сними, варежка, сними. Тебе будет удобнее трогать ниппель. Логично. Вообще, можно даже метафорическое сказать. Без варежки всегда ощущение лучше. Да, да. Так. Короче, попытка номер два. Можно я отойду? Да, отойди. Отойди. Ехать. Ах, дьявольская штука. Прямо как на подводной лодочке. Угу. Я оберну. Все? Можно подходить. Он, правда, там не ниппеля затыкает, а шины специальные ставит. Ну, как магия, он смотри даже. О, сейчас. О, ништяк. А по накачке нормально. Вообще бутрячком. Зато и покрышку с диском, по-моему, не плохо, да? Хорошо, что на улице жарко. Я думаю, что на этом колесе мы вообще огонь поемем. Точно. Я думаю, мы сейчас даже кружок по что-то по району сделаем. Вообще как нет. А что ты такой мокрый-то? Вспотел. Это, знаешь, как помнишь в фильме в этом. Убрать перископ или поднять перископ. Какие же мы придурки. Ну, слонал. Василий Павлович, оно реально тяжелое вообще. Сейчас мы будем его внедрять. О, у меня девятнахин и икси легче. Ты представляешь сейчас, какой будет дисбаланс вообще? Да, нам присадка поможет в экономии топлива. Да, кстати, все, что сейчас нам поможет присадка, понимаешь, мы с тобой потеряем на колесах. Интересно, кстати, поможет присадка или нет. Я вообще тоже стептически, если честно, к присадке отношусь. Вот, но... Раз, ребят, искренне сами предложили испробовать, то почему бы, собственно говоря, и нет. Тем более, у нас есть тестовый автомобиль для этого. Крест-накрест, не забудь затягивать два болта. Смешно, смешно. Я думаю, что мы даже не будем сейчас остальные приворачивать. Или привернем? Нет, привернем. Привернем, я понял. Ходячий Википитер за безопасность, Василий Павлович, красавчик. Нам еще ехать с твоей тещей? Не-не-не. Не поедем? Не-не-не. Сегодня не будем. Не-не, с моей первой тещей мы никуда не поедем. Окей. Нам с ней не по пути. Не по пути, не по пути. Так. Ну, в принципе, что? Сейчас наживим. Опустим, обтянем. Так. Внимание на колесо. Кирилл Павлович, смотрим. Спускаем. Хоп, 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 хоп. Фирменный танкрат Субару. Как нельзя лучше подходить до печальки. Хоп, 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 хоп. Резервуар течь не дает? Да сфига ли он даст. Плотность воды, она гораздо в 100 тысяч миллионов раз. Плотнее воздуха. И все. Смотри, Павлович. Ну, реально, просто колесо воды. Без проблем. Ну, а здесь даже кто-то жгут. Видишь, как? Да, какой молодец. Красавчик. Вообще огонь. Без проблем. Колеса обтянул. Я предлагаю, сейчас мы обтягиваем колеса. Ага. Вот эту фигню утилизируем на помойку. Точно. Пьем кофе. Так сказать, вытираемся. Вот ты сегодня угощаешь. Не вопрос. Ты меня сегодня намочил, ты угощаешь. Ты офигел, я сам видишь, как намочил. А это ты вспотел. Короче, обтягиваем, пьем кофе. Едем на тест-драйв. Я думаю, на этом мы вообще легко по району прокатимся. Заодно и побуксуем. О, неплохо. Огонь. Ну, что, готов? Готов. Ну, что, поехали, Павлович. Поехали, поехали. Колесо накачано водой. Обалдеть. Ну, печалька. Вообще, угарки. Так. Ну, что? Всякие коробочки у нас тут. Как ощущения, Василий Павлович? Да, мы же пока только тронулись. Какие ощущения были? Ну, что, тянет, не тянет. Тяжелее, не тяжелее. Не, ничего. Вообще, ничего, ничего, ничего. Как ехало, так и едем. Офигеть, мы колесо накачали водой. Ну, давай, давай, бачком, бачком. Ну, это запаска в багажнике. На всякий случай, нормальный колесо, вдруг сдается. Ну, неплохо, но никаких других ощущений нет. Дай, я попробую. Ты тормозни, дай я попробую порулить. Интересная штука. Не-не, девушка, мы не к вам. Мы не к вам даже не надеетесь. Сейчас, чай. Ну, и что тут, кстати. Да нет, все, огонь. Вообще, все, огонь. Можно было и побольше давления накачать, на самом деле. Но, что-то не стали и так все облились. Прошу вас. Пожалуйста. Так, включим свет ближний. Ну, переди всякий. О, ручник. У нас даже работает. Да, не забывай. Все, 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 у нас даже ручник работает. А где моя, а что еще? Что, круг подсчета по району? Опа. Ну и женщины, иди, да? Ну, что ты? Какой-то катаклизм. Катаклизм. Вау, спасибо, чувак. Неплохо. Слушай, ну... Тяжелее. Тяжелее, да. Чувствуется, что тяжелее. Но мы 60 километров в час едем на колесе, который накачанной водой. Ну, вот 80. Вообще. Чего по тормозам? Тормоза нормальные. Нормальные относительно же гуляй. Ну, да. Получи реально офигенно. Это... Я в шоке. То есть мы можем сделать при помощи микрофлекса А из... Блин, пробка. А из колеса Run Flat. Причем при помощи одного баллона. Мы 4 налили, борщинули. Реально. Надо было просто подождать чуть больше времени, и все было по огонь. И... Можем накачать колесо водой из речки. И оно поедет. Ну, у нас просто из-под крана было, но теоретически... Мы же можем... Через лейку, да. Через лейку долго прогеморроиться. Это реально будет долго. Ну, или с другой стороны просто закинуть колесо прям в речку, пока оно там наберется водой, и закрыть ее. Опять же, да. А потом, как бы, завернуть там либо саморой, как бы. Это вполне реально. И на этом колесе можно ехать. Кстати, жизнеспособная схема. То есть, если пробили колесо, останавливаетесь, бросаете его в речку, оно всасывает в себя воды. Причем не надо много, пусть она будет чуть-чуть подспущена. Ну, как подспущена? Не долита. Ну... Офигенно. Жидкий жиж. Жидкий жиж, да? Ну, офигеть. Все, надо сейчас пробкой закончиться, а надо дрифтовые штуки использовать. Что? Это самое... Капитан Очевидность. Олежка. Олежка по колешкам. Олежка по колешкам. Кстати, Псков, привет. Чувак на псковских номерах. Не, не. Вот что можно увидеть в пробке, да, вот, допустим. Здесь вот чел... Надпись Олежка по колешкам. Там соседи... Еще не ест. Еще не ест, да. Вайбер, ватсап. Все есть. Василий Павлович, тебе надо так же на супе сделать. Смотри, прикол. А вот принцесса едет. А вот принцесса. Офигеть. Да, смешно. Смешно, забавно. Проехали километров пять уже на этом колесе. Вообще ничего. Никаких подтеков. Никаких утечек. Абсолютно все хорошо. Подожди, не газой. Вот саморезы. Вот он один, вот он второй. Вот они. Прекрасно держат воду. Никаких утечек. Василий Павлович, давай с проворотом попробуем. Итак. Колесо на воде. Проворот. Давай! Как ему было тяжело вообще, ты бы видел. Давай еще разок. Давай еще разок. Колесо накачано водой повторяется. Давай! Адская штука. Она вообще так прыгает. Просто удивительно. Короче, я попробую сейчас поснимать сзади. У нас стеклоподъемник один единственный работает. Сейчас пожитки уберем. Ну, валена валяется так. То есть, как этот самый, как шарик. Ну, оно видно, что тяжелое. Оно прыгает. Прыгает, припрыгает. Итак, Василий Павлович, поехали. Поехали. Блин, неудобно-то как. Вообще никаких вопросов. Я думаю, что... Очень удачный опыт. Очень удачный опыт. Колеса можно накачивать водой. Стопудово вообще. А? Что, неплохо? Да вообще отлично. И, слушай, ну вообще никого дискомфорта. Вот я сейчас ехал. И как бы чувствуется, что тяжелее. Реально чувствуется, что тяжелее. Причем чуть-чуть. Вот на скорости. На скорости чувствуется какая-то вот тема, что чуть-чуть подтаскивает на нашу правую сторону. Но, к слову сказать, лежачих полицейских проезжает просто... То есть от веса колеса напрямую зависит. Чем тяжелее колесо, тем легче проезжать лежачих полицейских. Ну, в общем, чем тяжелее машина. Ну, согласись. Тебе там удобно рядом с мигалкой? Да, включи аларм. 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 Да, вот, сейчас. Я, кстати, еще никогда не сидел. Аларм! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сука! Ну, все, в принципе, опыт. Я думаю, что удался целиком и полностью. Давайте пятюню, Василий Павлович. Возвращаемся на базу. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно и следите за нашими новостями на печальке. У нас дальше есть одна небольшая идея. Блин, какой там... Да выруби ее, иллюминацию. Как там называется, господи, газ там? Который при кипении аккумулятора? Водород. Водород. У нас даже есть идея... Павлович, не газуй! У нас даже есть идея попробовать завести печальку на водороде. Сделать самый, что ни на есть, настоящий дешманский генератор водорода. Есть у нас на эту штуку парочка идей. Вот, попробуем на закипевшем аккумуляторе завести машину. И от электричества, и с него же будем брать водород. Отключим подачу топлива и поедем на водороде. По прямой прокатился, да, я согласен, что какой-то дисбаланс существует. Потому что, ну, вот так вот раскачиваешь влево-вправо. Ну, ты не раскачивай, не раскачивай. Печальку. Печальку не раскачивай. Забавно. Че? Че? В общем, ладно, парни, всем мир. Ну, что это такое? Это повышенная передача. А, не надо повышенной. Еще раз всем мир, подписываемся на канал, ставим лайки. Если у вас есть какие-то идеи, что можно сделать с печалькой, пишите в нашу группу ВКонтакте, ссылка на эту группу в описании. Мы обязательно рассмотрим ваши идеи и скажем вам спасибо, если они будут интересными. И, кстати, даже, возможно, даже вас пригласим на съемки. Пока. Не все. Забыли сделать самое главное. фееричное спускание колеса. Это очень важно. Палыч, отойди подальше. Сейчас ливанет. Лансернюю за это самое. Не залей водой. Все, будет огонь. Спуск воды. Пыптик подержишь, нет? Нет. Водой накачали. Вообще огонь. Все, спускается колесико наше.